Вы слушаете Первое Крымское онлайн-мультирадио. Мы немножко замешкались, потому что нам пришлось приходить в чувства после одних, опасных гостей с опасными гостями, и перейти вот к теме культуры. От циркового искусства переходим к дням венгерской культуры в Крыму. Это, надо сказать, очень большое событие для Крыма. Насколько я знаю, что на этой неделе практически в конце мая заканчивается неделя Европы в Крыму. И поскольку во всех культурных и различных мероприятиях лидирует Венгрия, и сегодня это очень символично, что в гостях у нас вот именно такие люди. Представь, пожалуйста. Да, у нас в гостях, я, наверное, начну с венгерских гостей, если не возражаете. Художница, поэтесса, Ари Мадьяр. Добрый вечер. Скрипач, муж, супруг, то есть у нас супружеская чета. Супруг Ари Мадьяр – это солист оркестра «Сту цыган», Ежи Молнар. Добрый вечер. Правильно назвала, да? Ёжев. Ёжев, Ёжев. Извините, Ёжев Молнар. И все ударения на первом слоге, так легче. А мы вот на французский манер ведь решили. Молнар. Председатель венгерского общества Крыма Надежда Гладких и почетный консул Венгрии в Автономной Республике Крым Виктор Иванович Павленко. Добрый вечер. Добрый вечер. Здравствуйте. Я, прежде чем начать наш сегодняшний разговор, мне бы хотелось бы, чтобы и мы все вместе, и наши зрители, слушатели посмотрели сюжет, который, вот мы сейчас представим вашему вниманию на суд достопочтенной публике, который был подготовлен студентами первого курса Таврического гуманитарного экологического института, а также студентами Симферопольского техникума радио и электроники. Вот. Умчасти совесть радиостанции Сити-ФМ, пожалуйста, включите в эфир, включите в наш эфир сюжет, который мы хотим сейчас посмотреть. Когда и какими путями должны пойти Украина и Крым в Евросоюз? Вопрос спорный. За то, что страны Европы неоднократно делают шаг навстречу, например, крымчанам, убедились жители и гости Ялты 14 мая. Приглашаем и вас на открытие фотовыставки и конкурс, посвященный Дням Европы в Крыму. Хочу поблагодарить власти города Ялты за организацию этого мероприятия. И также всех присутствующих, что вы уделили время, пришли ознакомиться с одним из красивейших городов Европы. Лидером этого праздника стала наша ближайшая в соседках ярких представителях венгерской культуры. Лучше один раз услышать, чем сто раз увидеть. Я предлагаю, если вы не возражаете, один из ваших номеров. Может быть, что-то, что ярче всего характеризует страну, откуда вы приехали? Что это будет? Народная песня. Субтитры создавал DimaTorzok Браво! Спасибо! Можно я тогда представлю? Да, конечно. Южев Молнар, он приехал сюда и представляет, есть такой всемирно известный оркестр «100 цыган». Вот в этом номере «Вилагунг наш мир» представлен оркестр. Там 100 членов этого оркестра и всего 5 инструментов представлено, да, и скрипка в том числе. Скрипка, виолончель и так цимбалы. То есть этот оркестр объездил весь мир, но не был еще в Крыму. И вот на этих днях культуры прошедших мы постараемся, пообещали жителям Симферополя и Ялты, что все-таки мы постараемся организовать гастроли в Крыму. Надежда, скажите, пожалуйста, но поскольку дни Венгрии в Крыму, это же впервые проводится такое, да? Нет, не венгерская культура. Не венгерская культура, да. Проводится вот уже 13 лет со времени существования общества. Но в этом году, конечно, они очень знаменательные, масштабные, и для меня они незабываемые. То есть они стоят как бы отдельно от всех других. Я могу объяснить, почему. Потому что, во-первых, предшествовала очень большая работа именно этим дням культуры. И вот приехали мои друзья, Ари не только подруга моя, но также и соратница, и мы с ней много работали. И результатом работы вот явилась такая брошюра, которая выпущена в Чабанзаде, «Будапештские вечера» на венгерском языке и стихи. И эти стихи перевела с крымско-титарского языка замечательная женщина, которая нас познакомила с Ари, тоже моя наша общая подруга, ныне покойная, к сожалению, тюрколог, которая много бывала в Крыму, которая написала о венграх, живущих в Крыму. Материал очень большой, его надо еще издать, хотя этот материал слышали во всей Европе. Уже она на конференциях многих, и в Германии, и в Турции, даже везде она с ним выступала. И здесь тоже, на днях тюркских чтениях. Ну и она перевела. А Ари, когда прочитала подсрочный перевод, она не могла не изложить стихами. И это настолько чудесно. Было уже перевод стихов Анны Беде. Но, конечно, этот перевод очень отличается. Он более религий, религий. И настолько, что вот есть один стих, который начинается в песне народной, крымско-татарской, и он переведен настолько тонко, что вот сегодня, именно сегодня, Южев Молнар, он ночью не спал, прочитал этот стих и уже написал мелодию. Но, к сожалению, он эту мелодию сыграть пока не хочет, потому что она не ошлифована. Но у нас еще продолжатся дни культуры, и потом почитает. Вот эта книга, она была представлена вместе с работами Ари. А для Ари и Южева это первый визит в Крым? Ари и Южева это первый визит в Крым? В Киеве у нее уже была выставка «Палитра-2009». Пятый саскина, да? В 2009 она проходит и у нас в Ялте, мы тоже к этому имели отношение, но Ари тогда не выставлялась, а в Крыму они впервые. А какие работы привезла в Сабуаре? Я знаю, что выставка проходит сейчас в художественном музее. Да, в художественном музее. Она еще одну неделю будет идти. Вот завтра неделя, ровно как она открылась, еще одну неделю будет идти в выставку. Она говорит, что они разные. И природа, и цветы, и какие-то исторические даже события о войне в Великой Отечестве. А что хотелось бы Ари и Южеву, возможно, чтобы узнали о Венгрии крымчане? Ари начало говорить о Крыму, потому что она переполнена впечатлениями. Я говорю на барон, чтобы крымчане. Ну, в первую очередь, конечно, хотелось бы, чтобы крымчане познакомились более тесно, более близко с виногерской культурой, потому что сейчас они только двоем ее представили. Но я должна сказать, в прошлом году тоже была выставка очень известного художника Ливиуса Дюлаи, который выдающийся художник, график, аниматор и лауреат самых высоких премий в Венгрии и также Каннского фестиваля анимации, фильмов анимации. Поэтому у нас есть уже, но более широко. Ну, что я уже сказала, ему не перевел никто. Что, конечно, хотел бы, чтобы этот 100 цыган, этот оркестр услышали крымчане. Везде были во всем мире, ну, почти везде. Везде невозможно, конечно, мир большой, но здесь еще тоже очень бы хотелось. А почему, ведь, по сути, близко очень? Украина, Венгрия? Ну, дело в том, что это организационные вопросы, очень сложные, серьезные, экономические. Представляете, разместить 100 человек, переместить, и это организационно. Но господин посол, присутствующий там, сказал, вот уже осторожно, что попытаемся. А скажите, а ведь это, наверное, почетно, когда выбирают, в принципе, вот по человеку, судят, это культуре, наверное, да? Вот чувствуют ли они эту миссию какую-то? Да, надlaimer, что manter выбирают круensченную средиз ganhar esperчив in être в России, которая очень важнаяара, чем-то в том, что было положено вuvрем철域. Да, а я думаю, что удобнее пробевремaire иJack решениям, Но мы видим, что у нас очень большая семья у нас очень большая семья, потому что у нас, если мы мы будем, мы все-таки счастливы. И не последний раз, у нас Кримий Магиар Тарсасы, которая создаваясь на миру, и что-то дает нам, чтобы мы помутаться. И это невероятно, что мы хотим помутаться в лучшем уровне. Говорит, наши скромные персоны, мы, конечно, стараемся показать Венгрию и быть достойными ее представителями здесь, но, говорит, мы чувствуем, что к нам относятся люди очень хорошо, и даже когда идем на улицу и спрашиваем что-то, все очень милые, и все, когда узнают, что мы с Венгрией, радуются этому. И, ну, говорит, что они гости венгерского общества, и тоже мы стараемся как-то преподнести и Венгрию, и вместе, и их тоже, то есть это у нас. А где уже были в Крыму? Куда-удал мы съездить, чтобы смотреть? Что вы были? Крембе и что вы были? Ну, а? Ну да, я, да. Ну, я тоже. Ну, это, конечно. В Севастополе только один крém. И вот мы были очень интересны. И вот мы очень интересны, что мы были в Севастополе. И Севастопол, это очень город, Что-то там с французской «Rivierной», да? Значит, говорит, что объездили Крым, ну, мы открывали здесь Дни культуры, потом были в Ялте, из Ялты объездили Мисхор, Криз, вот эти, Левадийском дворце были, я немножко перевожу вольный перевод, потому что я знаю, где они были, добавляю Ари, не может все охватить, так как первый раз, и очень им понравился Севастополь. Просто говорит, что с «Rivierной» французской, действительно, меня тоже поразил сейчас Севастополь, он очень чистый, все здания побелены, нигде нет мусора, то есть на них очень большое впечатление произвел Севастополь. Ну, и были мы еще в дворце Махчисарайском, нас там тоже принимали, Сергей Рузерович там нас лично водил, принимал, потому что, я тоже объясню, почему, потому что Мария, свой последний визит в Крым, была гостей юбилейной конференции, которая проходила во дворце. Она у меня жила, и она говорила, что ей такое большое внимание уделяли, что ей даже неудобно, потому что там были более именитые гости, и вот Сергей Рузерович к ней относился, ну, относился, конечно, к сожалению, в прошедшем времени очень, так, с уважением, и поэтому, когда он услышал, что приедет Ари, он сам лично принимал нас, проводил. Ну, и мы собираемся, Меденка Чебанзуде, его словно, и Ари очень хочет, чтобы мы поехали к памятнику Чебанзуде, вот здесь на оборотной стороне есть, да, эта книга для Ари была неожиданностью, потому что, ну, она уже давно ожидалась, что будет издана книга, и тут вот помещена фотография, и я, и Мария покойная у памятника Чебанзуде. И когда Мария это увидела, она на выставке прослезилась, для нее это было неожиданно, и она говорит, я не могу уехать, не побывав возле памятника Чебанзуде. Надежда, скажите, пожалуйста, ну, вы уже не первый год привозите, да, гостей из Венгрии, вот по какому принципу отбираете этих гостей, вот на что ориентируетесь прежде всего? Ну, мы всегда ориентируемся, конечно, в первую очередь на культуру, потому что у нас общество культурное, национально-культурное общество, и поэтому, ну, вы знаете, оно получается само собой, жить подсказывает кого, когда и как пригласить. Вот, Мария тоже принимала участие покойное, она тюрколог, понимаете, это связано с событиями. Потом у нас, вот, Ливиус, это нам консульство генеральное в Киеве предложило провести выставку, значит, Ливиуса Дюлей. Потом, также в прошлом году у нас была от Ашипа культуре доктор Жужа Мейсор, она предложила нам фильм «Бан-банк». Это фильм-опера великолепная, мы очень часто проводим в библиотеке имени Франко «Дружба народов», и там зал предоставляет, вот, у нас сказало, что позавидовать киевляне могут нам, нет такого места прекрасного, где мы могли бы. То есть, это происходит органично, исходя из нашей работы. Работы у нас очень много, не хватает. А может быть, ориентируетесь на какие-то впечатления или, может быть, вкусы крымчан? Может быть, кто-то говорит, что мы бы хотели больше узнать, например, о живописи венгерской, да, вот это предложение? Дело в том, что живопись очень много связана. У нас два года тому назад мы тоже художественные, то есть, это уже традиция в художественном музее проводить выставки. Три года тому назад мы сделали выставку художников крымских, которые побывали на острове Веранка. Это область Побратим, Бачкишкунская, и там есть такой остров Веранка, где лагерь художников. И каждый год от Крыма ездит художник. Да, и вот уже довольно много лет подряд, поэтому у меня была, а я помогала многим художникам с выездом, потому что, ну, это бюрократия, понимаете. И вот даже есть такой, у нас знаменитый художник Рамазан Усиинов, там речь шла о факсе, если бы не отправили, он бы не поехал, понимаете, вот такие, к сожалению. Вот, и я их, многих очень знала, из тех, кто был, и предложила им сделать выставку. И мы сделали эту выставку, и был тоже открывал посол Венгерской республики, господин Андрош Башень, эту выставку. И, то есть, живопись у нас все время присутствует. Мы чуть-чуть немножко познакомились с такой фрагмент из биографии Жозефа Молнера, узнали, а вот хотелось бы подробнее узнать о Рио. Мадьярова. Ари, Мадьярова, Рула, они тут написаны, ну, это на венгерском языке, у нас есть и на русском, мы издадим и на русском. Просто, когда мы были с моей коллегой в Венгрии, единственное, очень сложный язык для восприятия, насколько я знаю, что один из самых сложных языков вообще. Редкий язык считается. Я вот, к сожалению, я даже забыла, вот как по-венгерски будет «здравствуйте, до свидания, спасибо», но одну фразу, одну фразу я запомнила, когда мы были на дегустации токайского вина. И хорошо произнесли, да, прекрасно. Это все запомнили. Это все сразу, мега-кейты, даже выговор нормальный. Так что нужно, у нас есть работы в обществе, при обществе, воскресная школа, так что, пожалуйста, добро пожаловать, можете учить язык. Я бы хотел два слова сказать о Марии Тюркологе. Значит, она несколько раз приезжала сюда, готовила этот материал. Вы знаете, зная, что она смертельно больна, приезжала сюда и не тратили времени на достопримечательности. Ехала в Керчь, в Феодосию, с такой большой нагрузкой, чтобы взять интервью, там, встретиться с татарским населением. Я удивляюсь мужеству этой женщины, зная о такой болезни. И она полностью отдавалась этой работе, поэтому это просто героический труд. Это о Марии. Тут тоже есть ее автобиография и посвящение ей предисловия, которые я написала. Ну, надо будет на русском языке. Конечно, у меня есть переводы. Ну, сейчас была цель издать на венгерском языке книгу, чтобы познакомились с ним попозже. А потом, может быть, расскажем, почему именно на венгерском языке. Потому что он учился в Будапеште, Чебанзаде, и почти все свои стихи он написал в Будапеште. Поэтому, да. Ну, сейчас мы говорим о Марии, то хотела бы добавить, что они, Мария, они на университете познакомились, и, кстати, в том же университете, где учился Чебанзаде. Иген, и... Я был болгарщик, и, скорее, университет. Иген, что я был болгарщик, и Мария турецкий. Университет. Очень тяжело было потерять ее. Иногда жизнь так складывалась, что были пробелы в их общении. Она может понять, почему она была такая стойкая и почему она все время на этом поприще работала. Потому что я не могу сказать, что мы без всяких комплиментов не можем сказать, что они весь мир ездили. Они тоже часто идут. И мне кажется, что это очень близко, потому что это очень близко, потому что это очень близко. И это очень важно, что это очень красиво, но эти красивые песни, которые находятся в Тенкер-Парке, и они ищут эти тюрки и тюрки, и тюрки и тюрки. И не отлично, а тюрки-тюрки, тюрки-тюрки. То есть, это очень важно, крим-то, потому что это очень важно. И еще и я думаю, что они еще и любят, что они живут вместе с другими другими людьми. Это можно сказать, что это пример. Я хочу, во-первых, добавить, что, несмотря на то, что действительно не всегда общение удалось в разных области, они были и занимались иногда другими делами один из Марии одним, ари другим. Но так же, как Болгария близко к Турции, и также была же, была даже вот программа есть в Венгрии, государственное влияние османской культуры и империи на венгерство, и культуру административное устройство. То есть 250 лет были турки там. И переходя к Крыму, тут тоже видят вот это вот слияние культур и говорит, что видят, что народы все-таки мирно живут, нет конфликтов, на ее сейчас вот с ее постороннего, да, со стороны взгляда, со стороны. И поэтому говорит, что поэтому не могла она не влюбиться вот именно в эти стихи Чабана Заде. Я напоминаю, что в нашей сегодняшней беседе принимают участие также наши зрители и слушатели, которые вот в данный момент наблюдают за тем, что происходит в нашем эфире. И вопрос, наверное, вот одного из слушателей, он не адресовал конкретно, я думаю, что все-таки это Виктор Иванович в большей степени. Это будет адресован вопрос, чего не хватает для нормального развития в Крыму и в Украине вообще венгерской культуры. Да, вот достаточно ли тех мероприятий, которые вот проводятся ежегодно, вот как уже было сказано в течение 13 лет, для того, чтобы и крымчане, и вообще жители Украины вот прониклись в культуру венгерской. Вот достаточно этих мероприятий или бы хотелось как-то их расширить? Или чего-то не хватает, вот, быть может? Ну, конечно, недостаточно. Дело в том, что вот такие даже частые, но эпизодические там встречи со знаменитыми или менее знаменитыми артистами и просмотром фильмов, конечно, это явно недостаток для того, чтобы эти народы, так сказать, подружились. Раньше, опять же, ностальгия, обмены делегациями были чаще, значит, теснее, выезжали тут целыми группами. Сейчас экономика, значит, не позволяет, особенно кризисно, так обмениваться делегациями, а там целые города, вернее, жители городов, предприятия городов многие, вот я знаю Феодосия, Керчь, Епатория, выезжали, обмен делегациями. Конечно, это было теснее, тогда лучше, когда человек находился в среде, в культурной среде Венгрии или, наоборот, те приезжали сюда и отдыхали у нас. Конечно, это было теснее, но тогда было немножко по-другому. Но сейчас мы вот возобновляем это, и, так сказать, это уже чувствуется. Люди вспоминают Венгрии, вот видите, вам запомнилось что-то в Эгере, так и остальным, все вспоминают тот период, вспоминают это, появляется желание еще раз поехать. Я думаю, как только экономика чуть-чуть будет лучше, эти связи культурные будут теснее и лучше. А применительно к Симферополю? Вот я знаю, например, что город по братьям Симферополя, венгерский, это Кичкемед. Да? Вот каким-то образом, я не знаю, представители этого города, они вообще знают о том, что вот есть такой город Симферополь, и о том, что мы, на самом деле, города по братьям. Да, знаю. Ну, Симферопольцы знают, потому что у нас есть улица, вот, одноименная. А вот обратная какая-то связь с нашими есть? Есть такая связь. Раньше, опять же вспоминаю, она была очень тесная, о Кичкемеде знали все, ну и кичкемедцы обязательно знали, многое. Но сейчас это все уже возрождается, и вот горожане, центральный район, значит, вот выезжая там в Пешт, один из районов Будапешта, тесные связи уже, так сказать, и Кичкемед, здесь был заместитель мэра Кичкемеда, он принимал участие в Дне Европы в прошлый раз, прошел также по площади, выступ этот находился рядом, всегда Бабенко выезжал туда, Иван Александрович. Сейчас те принимают гостей, отправляют, так что у Кичкемеда довольно тесные связи с городом, поддерживается это не просто рестораны, улица, а систематические связи, обмена делегациями. И, опять же, немножко экономика, бюджет города не позволяет такие частности. И, наверное, все-таки средства массовой информации, вот как-то вскользь, наверное, и так широко, да, это освещает эти подобные события. Да, недостаточно, да, конечно, можно было больше уделять внимание. Потому что, в основном, откуда мы черпаем информацию, да, из газеты, из телевидения. Да, недостаточно, можно было больше освещать эти связи, да. Мне кажется, тут уж, когда сама венгерская культура к нам пришла, грех не послушать еще что-нибудь в исполнении Ежиха Мудра. Да, удивительный, виртуоз, скрипач, просто смотришь и… Да, сейчас на ту руку, да? Пожалуйста. Ну, сейчас Ари и Ёжев. Немножко больше. Ари с Ёжевом сыграют песню, это немножко грустная песня, она называется «Печальное воскресенье». Написал ее венгр, еврей, который потом и погиб во время войны. Называется «Печальное воскресенье». Вот они сейчас его сыграют. «Печальное воскресенье» «Печальное воскресенье» «Печальное воскресенье» КОНЕЦ КОНЕЦ Эта песня посвящена тем, кто не выжил во время Второй мировой войны и 65-летию ее окончания. И также у Арии есть картина на выставке, тоже посвященная Второй мировой войне. Сейчас будет одна из песен на слова Петтофи. КОНЕЦ 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 Скажите, Ари пишет стихи и картины, да? Да, стихи и картины. Музыка ее супруга, когда-нибудь вдохновляла ее на написание, может быть, каких-то стихи? Да. А смотри, ее же музикая, когда вы не делаете как то, что Илья Леша музикает, то... Не спирает, не только вешает, но и только вести себя критикующие, что она говорит вон она. КОНЕЦ 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 И этим как бы вдохновляет ее. То есть у них такой тандем творческий получается, да? Да, да, да. Ну с таким мужем нельзя не сочинять стихи, да. А вот не было ли у них желаний или возможности дуэт сделать такой семейный? Вот на стихи, например, вот Ария? Ну, да, вот в такой ангоде я кеттеж бэ чинаю таки миншор. В Венгрии они делают все время. Это желание. Я была тоже, и мы даже с Марией покойной были, когда они устраивали выставку, и там, ну, то есть это не просто выставка и композиция была. Там и песня, там и игра, там художественная такая, именно, да, они очень часто, и даже выступали вместе, вот и двойом, и восемь человек у них ансамбль, они оксан. Вон, это хейтабо-зенекар. Есть у них, значит, ансамбли семи человек. Это типичный циганский оркестр. Я хочу сказать, что в Германии в Германии эти циганы были 300 лет, которые у нас уничтожили, потому что они еще не были созданы, потому что они еще не были созданы, и коксмары, коксмары, коксмары. Например, Петюфи Саннод, это дала, это не было написано, но это было так, что циганы не были созданы. В протяжении 300 лет циганы в Венгрии были хранителями народной культуры. Почему? Потому что когда-то из истории многие знают, что Австро-Венгрия была и венгерская, все подавлялось, и нельзя, не было у них своей отдельной культуры. А в ресторанчиках, кабачках, цигане пели песни, и в том числе и на стихе Шандера Петюфи, потому что тогда как раз была эта освободительная борьба, и она провалилась, и передавались песни. И вот они дошли до тех пор, пока уже венгерская культура стала развиваться отдельно. И с рэген, а зертель, мэк, коксмары, 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 коксмары. Коксмары, которые помогали освободительному движению своей музыкой, своей пропагандой. И в последнее время, Монти Чаргас Монти, между прочим, тоже такими... Один итальянец, офицер, он слышал вот этот оркестр, как играет, и Монти итальянец. Он написал Чаргас Венгерский, потому что его вдохновила именно. И вот мне нужно вспомнить, что, например, те песни, которые в последнее время Барток Бейла и Кодай Золоттан, и Кодай Золоттан и Барток Бейла Барток, это были собиратели народных фольклора народного первые, которые потом уже развили, ну очень почитаемые. И вот они собирали все вот эти вот зерны по зернушку именно в цыганских, да, вот этих амсамблях и в ресторанчиках, ну среди народа, так что очень большое значение имеет. И сейчас даже, если бы были, может быть, где-то даже в самых дорогих венгерских ресторанах играет живая молотой, цыгане, скрипачи. Да, и Мое имя Калма, которые больше знают, чем Кузька Ивана, то есть, если бы не была цыганская музыка, не было бы цыганская барона и других. И вообще эта музыкальная циганья культура очень велика к культуре. И вообще эта культура очень... Да, внедрилась венгерскую культуру, но, например, писатели, да, венгерские, если шли куда-то в ресторанчик обедать или ужинать, они не представляли, как бы там не было живой музыки, живая музыка это циганья. Я думаю, что вся страна держит свою музыку и культура, но она очень сильно поражает. То есть, конечно, мы очень любим и желаем, но это джесса, что она очень большая, что она поднимает свою музыку и культуру и традицию. Ну, говори, что очень важно, конечно, вот в этом отношении именно сохранение традиций и значимость цыганской песни и цыганских ансамблей музыки в том, что она сохраняет традиции и сохраняет именно сущность народа. Потому что, например, с джазом параллельно, да, джаз как-то по Арии считает, что подавляет самобытность, потому что, ну, действует на молодежи... Но сейчас, наверное, очень много европейского в Венгрии, и это тоже каким-то образом... Очень много европейского в Венгрии, и это очень важно для себя в России? Да, это не большое количество, но у меня не было, но в нем врачи, в работе и производстве этого не было, потому что у нас работали в Париже и уроки, которые были уроки, и уроки уроки уроки, например, уроки уроки, уроки уроки уроки, Мухачи – это очень известный художник, Мухачи – это очень известный художник, и не только он, в Париже, в академии, и, конечно, влияние французских художников было огромное, но это хорошая влияние, как бы… На, да, но если только то, что Калман-имрэ, с операцией, «Атенгерон-тулон», «Немзети», «Виселет», «Нэзёк», «Анголы», «Америки», «Америки», «Анголы», 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 «Анголы». Да§с, «Ха откуда ты», «Анголы», «Анголь», «Анголы», «кая лу же» Игоee, Marvin, придиcro face ли у Европы в шарн... Да, послушайте, кто? Да-да-да, потому что… Вот здесь уже уже есть культуры свободного оборудования, например, мы оборудовываем к культуре, и в Париже, и в Олажном Орске. Да, но если это Европа, то вы ее культуры? Да, я думаю. Да, и мы еще ими. Немного влияния в европейской культуры на собственную культуру в Венгрии. Вы говорите, что да, чувствуется, с какой-то точки зрения? Сейчас скажу. Оно мертей, что вот эти маленькие комитеты, которые учились в музыке, или танцы, или немцы. Ну немного тем, что были такие как бы мини-собрания, да, люди собирались, и там пели песни народные, как бы это сейчас прекращается. И Европа более, как бы не такая, нет общения такого тесного. Например, я хотел бы проиллусстрировать. Я хотел бы проиллусстрировать. И Европа. И Европа. И Европа, но не так, что мы, а в Европа, что мы будем сцелить каждую истинку, В Генгрии 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 — Ну, у нас между тем уже продолжают поступать вопросы наших слушателей. Из Симферополя вопрос, кто может стать членом венгерского общества? Это, наверное, к вам. — Чем крымское венгерское общество может стать любой человек, который любит венгерскую культуру, не обязательно венгерской национальности? — Вы знаете, вот я могу вам сказать, что был последний раз эфир на ДТРК Крым. Тот же вопрос задала ветеран Великой Отечественной войны из Алушты. И она спросила, и говоришь, ну, в общем, у нас можно как бы секцию создать тех людей старшего поколения, которые в молодости побывали в Венгрии, влюбились в нее. И очень часто не только в Венгрии, но и венгерских подружек или парней. И с очень большим трепетом вспоминают. У нас даже была выставка «Венгрия – любовь моя», посвященная вот одной из наших членов общества. Она настолько любит Венгрию, помнит ее. И поэтому любой член нашего крымского общества, и не только. У нас есть из Киева, киевляне есть члены нашего общества, у нас есть иностранцы даже, есть россияне. Они действительно приезжают, знакомятся и говорят, мы тоже хотим бы там участвовать. А вот Арий и Ежев, если бы у них была возможность, вот человек, и совершенно никогда не бывавшего в Венгрии, вот приехал человек, куда бы они первым делом повели бы этого человека? Что бы показали? Если бы они были маленькие, которые были маленькими, они были маленькие, но они были маленькие. Я, как художник, очень хорошая музыка. Гороги, Магарьи, общественные искусства очень богаты, поэтому я бы привела туда. Венгрия и Будапест это город Купалин, там где очень много горячих источников, термальных источников, больше 153 термальных источников в Будапесте только. Поговорит, к сожалению, из-за экономического положения не все используются должным образом. Ну, очень известная есть Геллер, на Геллерте купальня, потом Сеченья, это в самом центре площадь героев. Ну, конечно, парламент, потому что это самый большой и красивый и красивый парламент в Европе. Поэтому парламент, конечно, Халас-бастя. И Халас-бастя. Ну, также в верхней городе замок, откуда открывается, шикарно видно. Поговорит, что Вторая мировая война нанесла очень большой урон зданиям, поэтому очень дорого восстановить их, и до сих пор восстанавливается. Ну, восстанавливается. В Второй мировой войне 90% жилого фонда в Будапесте вышла из строя. Ну, все равно восстановили, сохранили классическую форму. Ну, например, институт прикладного искусства, есть такой керами, керамика занимается, и, ну, другими. Но и современные видами искусства тоже развивается. И, конечно, я бы сказал, что Второй мировой войны после Дуны не остались. И так же должна сказать, что на Дунае много красивых мастов ни одного, маста не остались цели. Это, конечно, не остались цели. Это, конечно, не остались цели. Это символично, что когда разрушились войну, разрушились все мосты, и за Дунаем, то есть они связывают Будапешт, это Будда и Пешт, и связывают равненную часть и Буду, и разрушились, и восстановить очень тяжело. И так же символично, и что тяжело восстановить связь между Западом и Востоком. И сейчас, когда мы в Европе в 20 лет, мы уже не увидим, что мы должны быть чувствовать. Она говорит, что они вступили в Евросоюз, и она не видит того, той радости, освобождения, и то есть не принесло вступление в Евросоюз, и в Евросоюз, и в Евросоюз. А что вы думаете? Как вы думаете, что вы думаете? Это не только в инфлязе, они вентиля, но и в культуре, и в культуре. Ну, говорит, сожалению, со вступлением в Евросоюз в Венгрию потоком поделилась не только нужная, а много ненужного для Венгрии. Это касается первой очереди культуры и экономики, потому что в Венгрии своего очень много, его подавило то, что, ну, например, аграрная страна, таки в Венгрии. Ещё один пример, есть очень известный архитектор, Имра Маковец, который позволяет нам предлагать народные фольклорные элементы фольклора в архитектуре. Вот и бланшавтная архитектура, белый и высоко, то есть высоко, то есть, у него есть свое, что очень присутствует ему, свои черты. 17 лет у него не было никаких заказов, потому что как бы не модно. Многие, которые они приходят, они приходят, и они приходят, и они приходят. Да, потому что более чем-то блок, который построит искусное, обеспеченое здание, чем, конечно, возиться с чем-то, которое традиционно для Венгрии, для архитектуры венгерской. И, ну, и, ну, ничего, какое-то страна. И или иные, какие-то узкие танцы, которые приходят, они приходят без фунтов Игорьской архитектуры, и во время. И такое, например, в Венгрии в Венгрии-ву , в Венгрии-ву, в Венгрии-ву. которые улетели на территории. Например, в Бечке есть такая, что у нас есть в Германии, где только варрые, шеемфюзеры, ковачьи мастеры... Ну вот говоришь, что исчезает целая культурная слайя. Например, в Венеции каждый пятый ресторанчик там был венгерский скрипач, цыганский венгерский скрипач. Например, в Вене была улица Мастером венгерская. И там кузнецы были, там белошвейки и так далее. И сейчас это исчезает. То есть как бы, ну не только венгерская, но и венгерская в том числе. То есть вот это как бы слияние в одно сообщество размывает культуру. Глобализация, это как-то произошло. Ну да, глобализация, мы называем это слово глобализация, да. Уже почти ругательная. Не только венгерская, но и словацкая, и другие культуры. Ну, есть такие области, которые, Бавария, например, где очень сильно защищена своя культура, и там они не разрешают размывать. А что можно и, может быть, не знаю кому вопрос, что можно сделать или нужно сделать, чтобы вот сохранить это, ограничить влияние, например, той же Европы на национальную культуру? Ну, вы знаете, оно там, где везде, вот посмотрите, диаспоры украинские в Канаде, да. Сколько времени они сохранялись и сохраняются. Это должно быть очень сильное сообщество. Народ должен быть вместе и передавать из поколения поколение. Я приведу пример Крымский, потому что Крымское и Венгерское общества вместе с другими обществами взаимодействуют. И у нас есть там эстонское общество, и есть болгарское, и другие общества. И посмотрите, все культуры развиваются, очень как бы охраняют свою культуру, представляют ее, и это видно. Мы проводим Дни культуры, сейчас меньше проводим общие фестивали, и там представлена каждая культура, все вместе и каждая. То есть для этого нужно, наверное, самосознание народа, чтобы передавалось из поколения. И это есть, это в каждой культуре, и у нас есть это, и в Канаде, например. Вот я была в 2002 году в Соединенных Штатах Америки на программе, которая называлась «Общественные связи». Была очень хорошая программа, я была в Лос-Анджелесе, очень мне повезло, и программу готовили полгода. И очень хорошо подготовили так, что я была там 16 февраля по 16 марта, и вот 15 марта у нас день Ингерской революции. Ее праздновалось с венграми Лос-Анджелеса там, да. И они немножко по-другому, конечно, празднуют это, не так, как мы. Может быть, у нас больше сохраняется и в Словакии, и в Румынии, но тоже сохраняется. Иногда мне кажется, что даже за границей больше интересуется культурой, определенной, да, национальной, чем местная население? Продолжение. Да. 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 общество, общество и люди, которые к нему причастны. Вот Пиктор Иванович тоже, он не случайно стал почетным консолом Венгерской Республики в Крыму, а благодаря тому, что когда-то, когда движение вот венгеро-советская дружба, экономическая, культурная развивалась, он стоял у ее истоков, и сейчас он тоже этот процесс возрождает. И так же, как венгерское общество, мы пропагандируем. То есть это как бы зависит и от... Мертвые люди уйны, и не забывал, что они уничтожают, но они уничтожают, что они получают. Если в культуре, что они получают, то это будет не так, что они получают. Я говорю, что... Просто народ нечего плохого в этом нет, и не хочет об этом сказать, но он развивается так, как ему это преподносит. Если мы преподносим культуру, то он ее впитывает, и, соответственно, так и развивается. Виктор Иванович, вот упомянули вас как одного из хранителей венгерской культуры. Скажите, пожалуйста, чем вас, может быть, привлекает, заинтересовала венгерская культура? Откуда такая любовь к Венгрии? Надо сказать, любовь к Венгрии нам привила в Компартии. Макаренко съездил в Ачкишкунской области, заключила с Романюпал договор, значит, о дружеских связях, экономических, политических. Надо было срочно, мы выехали, ознакомились и начали работать по плану намеченному. И поняли, что эта страна наиболее близкая нам. Надо сказать, вот ни одна крымчане, ни одну страну так, ну, не воспринимают хорошо, как Венгрию. Вот благодаря вот такому, я бы сказал, ну, как бы сначала это все, так сказать, искусственно гнетаемо, а потом мы поняли, когда мы приехали в эти центры, Ширкички Мед, это тихие города с такими стоявшими стоями, значит, гостеприимство, а в то время гостеприимство, оно было, возможно, еще экономически было. Приглашали эти группы, мы их тут укатывали, открыли, говорили, они нас там на Болотоне. Все это любовь крепла, значит, и она имела не только так экономические, не только культурные связи, но и экономические. Была торговля, были связи, мы многое заимствовали с Европой, с Венгрией, особенно мы там в переработке, очень многое оборудование, все же Европа ушла вперед, по-многому и качество, и оборудование, все. То есть мы многое заимствовали, это, так сказать, было очень хорошо, все эти поездки обогащали. А помните свои первые впечатления, вот, когда приехали в Венгрию? Для советского человека наверняка, вот, поездка там в Венгрию, в Чехову, в Болгарию, то же самое, это же был какой-то шок, наверное, даже. Да, ну мы-то ехали, это такие важные, знаете, так, все это, а они такие свободные какие-то, мы говорили все так, как немножко натянуто, и только в концу уже так немножко расслаблялись, и понимали, что это, так сказать, это наши люди, это нас понимают. Там же тоже были такие партийные комсомольские организации, сидели такие руководители, мы лозунгами, а не простыми словами, потом и мы начали уже, так сказать, тоже перешли от лозунга простыми словами, а потом уже дружба не разольешь водой, и, так сказать, все так окрепно. А ваши любимые места в Венгрии есть? А в Венгрии, а в Венгрии, ну, начинали, опять же, все с Кички Мета, со знаменитого, значит, посещения этих предприятий, затем мы были в маленьких городах, и в Сентыши были, в Сегиде, затем перешли, вернее, так сложилось, что мы каждый город, или каждое предприятие стало, ну, как бы, побратимом и завязало дружеские связи. Кишкунфел, Адхазы, Мишкальск, так все объединились, вот, и поэтому... А сейчас эти связи не сохранились? Сейчас эти связи почти не сохранились, поскольку редкие поездки, значит, труднее, значит, то есть произошло такое, я бы сказал, несколько затишье в нашей дружбе, и вот мы сейчас пытаемся это все как-то возродить, хотя бы в каких-то формах, понимаете, потому что, конечно, уже то и невозможно будет сделать, но вот в новых формах сейчас. У нас подожгают поступать вопросы, слушатели, вот вопрос возник к Йожефу, чтобы он немножечко в двух словах рассказал о скрипке, на которой он играет. Я сейчас обновил, сейчас он ее осваивает, и пробует ее, обкатывает, обыгрывает. И вот он, 3-4 часа минимум играет, должен играть, да, каждый день, да, чтобы мастерство свое. Вот, не знаю, кому адресовать вопрос, но, тем не менее, поступил. Существуют ли языковые лагеря для молодежи в Венгрии? Языковые лагеря? Да. Ну, я могу сказать, наверное, потому что, значит, есть, да, языковые лагеря, но туда в основном выезжают закарпатские дети. Там большая диаспора. Наши дети тоже ездили в такие обменные у нас были группы. Мы возили в Венгрию, они приезжали к нам. Есть, да, есть. Есть школа, высшая школа, есть языковая школа, куда мы каждый год почти посылаем детей. Вот в этом году уже учатся у нас трое близнецов, уже они прошли подготовку, это институт Балаши, так называемый, где с нуля, ну, или с минимальными знаниями венгерского языка. И вот они прошли подготовку, уже в УЗИ учатся, на третьем курсе, третий курс заканчивают. И сейчас в этом году мы тоже посылаем троих, ну, даем, рекомендуем, чтобы они поступили на подготовку языковую в Балаши, после, это после средней школы, потом будут идти дальше. Они, как правило, учатся у нас в языковой школе, и мы еще их посылаем то ли в Закарпатье, к живущим там венграм, и также в Венгрию. Есть, да. Ну, такой вот обмен. Еще вопрос к нашим гостям. Венгерская кухня очень знаменита. А какое блюдо из украинской кухни понравилось нашим гостям? Украинский кухня, это, что вам понравилось. Напонта кетосер едут, к кленбозу хелень, борцс, солянку. Солянка. Пока они приехали на машине, пока они ехали, ели солянку и борцс. Идет? И, ну, это было два раза едут, потому что очень понравилось. Бузыри. Да, 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 да. Да, 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 да. Вот, и какое вино венгерское вы посоветуете, надо сказать, тоже разбирающимся, неплохо разбирающимся вином крымчанам? То есть мы в этой части мы можем даже посоревноваться. Они уже 22 года не пьют вообще алкоголь, не потребляют. Это, да, 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 да. Помню, помню, эмликески. Эмликески. Ну, помню, вкус вином. Это Токай-хний, и токайские вина. И, между прочим, такая, можно сказать, что... Токай, это вулканическое происхождение гара, на Север-Венгрии, и очень много там света солнечная, поэтому только белый виноград, там, сортан белого. Это уже собирают вручную по одному зернушку, и когда оно уже почти изюм, то и заставляет толчок. Не, это путья. И это такая корзина, путья, называется. И в общей белый токай болт, с дверью, 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 дверью или дверью. Это путь тонн, са, с фармицейки, литеры, и шокур, они, они, чила власть. Это на один, на 137 литров одну такую корзину, и тогда сколько таких корзин, столько звездочек. Это такайское вино, как коньяк. Это еще раз, и дверью, дверью, дверью. И поэтому это больше десертное вино. И больше это десертное вино, так как крымчане любят. Очень много витаминов, и также врачи рекомендуют это вино. Когда-то было в аптеках, такайское вино было. И также у нас есть представитель такайских вин, Днепропетровский, они всегда участвуют у нас. И вот наши, когда мероприятия происходят, они привозят вино, и мы можем дегустировать это вино. Поэтому, и скоро будет, они обещали, что в Крыму будет их представительство. Поэтому вот крымчане смогут вкусить. Когда-то давно такайские вины были очень дешевые. Было их много в Советском Союзе, бывшем Украине тоже. А вот такой вопрос, мы немножко в сторону отойдем, да, вот от кулинарной такой вот темы. А что для, вообще для обыкновенного венгра означает дата 1 ноября? Ага. Иген. 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 День всех святых, день памяти умершим. Иген. 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 работать с Венгрией, потому что Венгрия это Евросоюз. Это 500 тысяч потребителей, рынок огромный, да, и поэтому, так сказать, так или иначе, нам нужно выходить на этот рынок. И вот сейчас да и Янукович основной приоритет, это интеграция в Европу. Это надо, потому что надо улучшать инновации, технологию, все это внедрять что-то новое, потому что мы так иначе отстанем. И я думаю, что это как-то подстегивает. И вот сейчас совещание, завтра будет совещание, которым будут представители руководства Евросоюза, будет разговор идти о помощи Крыму. Евросоюз выделяет 12 миллионов долларов, евро на развитие Крыма. Это уже первые шаги, там будет и руководство, и Джарты, и председатель Верховного Совета. Так что все эти шаги направлены на улучшение жизни в Крыму. Все это, я думаю, что и мы стараемся это все оправдать. Можно к этому добавить даже то, что вот сейчас в последнее время улучшилось и чувствуется по отношению Венгрии к нам, к нашей экономике, что у нас какие-то шаги есть вперед, что вот есть такой Ксимбанк, это государственный банк Венгрии, и он сейчас предоставляет кредиты и Украине, и в том числе и Крыму, под государственную гарантию даже Крыма. Поэтому вот есть улучшения. То есть, если инвесторы уже пошли, не боятся инвестировать в Крым? Да, не только инвесторы, но и венгерское государство, но это экспортно-импортный банк. Да, то есть они заинтересованы в экспорте своих услуг и товаров сюда, в том числе и в Крым. Ну, я не знаю, можно ли это назвать итогом нашей сегодняшней беседы, но тем не менее вот здесь вот одного из наших слушателей это не вопрос, это как бы резюме всего вот то, что вот она услышала. Большое спасибо за интересный рассказ о венгерской культуре. Большой привет братскому народу Венгрии, членам венгерского общества, от эстонского культурного общества. Процветание в единстве. Спасибо большое эстонское общество, мы с ними очень тесно сотрудничаем. Вот, они нас сегодня слушали, вот принимали активное участие в сегодняшней беседе. И очень хочется, вот наш эфир просто подходит к концу, очень хочется, чтобы наши гости исполнили что-нибудь такое вот жизнерадостное, жизнеутверждающее. Вот поставили яркую, очень яркую точку в нашей сегодняшней встрече. можно встать, да? Леш, можно, да? Можно. Леш, да? Лес, да, да. У notion, как такие муливчика, а когда мы это живые военные. Леш, Леш, Ура. Да. Леш, да. Леш, Леш, да. Леш. Играет музыка 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 И за прекрасную музыку, которую мы сегодня услышали в течение вечера. Это просто потрясающе было. И напомним, что у нас в гостях были председатели Венгерского общества Крыма Надежда Гладких и почетный консул Венгерской Республики Венгрии. В Венгрии, в автономной республике Крым. Виктор Иванович Павленко. Спасибо вам большое. Я надеюсь, что наша встреча не последняя. Все-таки хочется верить. Спасибо вам огромное. Надеюсь, что крымчане будут так же тепло вас встречать, как сегодня встречали вас здесь. Мы все время чувствовали, всю неделю чувствуем это тепло. И мы очень благодарны судьбе и тем, кто нас пригласил, чтобы сюда приехать, на этот полуостров. Мы все-таки надеемся, уверены, что, может быть, не в следующем году, а через год 100 цыган хотим все-таки услышать. Передайте просьбу, я думаю, вы помните. Я думаю, что многие слышат, кто причастный, кто профессионалы в этом вопросе. То есть это очень менеджмент большой, правильно, поэтому это должны делать. Не венгерское общество, это не под силу. И посольство. Посольство приложит, обещали, приложит свои усилия. И консульство тоже. Но профессионалы должны все это осуществить технически. Спасибо большое. Процветание Венгрии, процветание Крыму. Спасибо. С нашими слушателями мы прощаемся до будущей недели. Всем счастливо. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Субтитры создавал DimaTorzok